Крепкий черный кофе Целая планета в голове любовь Золотистое утро – это все оно Хорошее утро Смотри, либо можно так С разбегу в полете под палящим солнцем Нырять в море на глазах у бабушки из Белгорода На лету доклеивая обои Что это? Я пытаюсь просто понять, как за оставшиеся дни лета Успеть сделать все, что я на это лето запланировал Паш, лучше бы ты в армию пошел Уже был бы красивым, военным, здоровенным С погонами, замуж бы за тебя вышла А не худым дрыщом гражданским Ты договаривай Всем привет, привет, здрасте, друзья Это невероятное, бодрое, музыкальное утро Друзья, мы начинаем не в одиночку А вместе с замечательным оркестром Главного управления Росгвардии По Краснодарскому краю, друзья Подпевайте, хорошего вам Ребята вас, мастер, смотрят в глаза И каждая из них им есть что сказать Лежит по щеке материнской слеза Когда провожает их Родина-Мать Смотрит на вас Великая Россия Суровый взгляд Глава Орла Росгвардия Жизинство, верность и сила За вашу доблесть Вам честь и хват Охрана порядка границы страны За подвиги наши Поклон до земли Отечество знает Мы помнить дальше О службе нелегкой От дома вдали Смотрит на вас Великая Россия Суровый взгляд Глава Орла Росгвардия Жизинство, верность и сила За вашу доблесть Вам честь и хват Закон Конституции Граждан права Услышав приказ Отвечаете есть Для вас верность Дому не просто слова Служба в Росгвардии Эта честь Смотрит на вас Великая Россия Суровый взгляд Глава Орла Росгвардия Единство, верность и сила За вашу доблесть Вам честь и хват За вашу доблесть Великая Россия Суровый взгляд Глава Орла Росгвардия Единство, верность и сила За вашу доблесть Браво, друзья! В хорошем утре! Оркестр главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Скорее проходите к нам. Доброе утро! Итак, Евгений Сони, начальник оркестра, военный дирижер главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Майор Юрий Глухенький, солист военного оркестра, старший сержант и Яна Матерновская-Кумпан, солистка Центра культуры Прикубанский. Доброе утро! Здравствуйте, Анастасия! Доброе утро! Рассказывайте, приехали не так давно с 8-го международного фестиваля в Казани. Фанфары Казани называется. И привезли диплом, награду. Как прошло, что за фестиваль? Ну, фестиваль, мы на этом фестивале впервые. Город Казань, и сам фестиваль, это было все здорово, прекрасно. Принимало участие 19 коллективов со всей России, также с Казахстана, с Болгарией. Мы достойно себя показали, нас тепло приветствовали. Также пообщались с коллегами, то есть обнялись опытом. Ну, в общем, все здорово. Но мы знаем, что в прошлый раз вы приходили в хорошее утро мужским коллективом, а в Казань уже поехали с Яной. Как так вышло? Так случилось, что мы работали на одной площадке в городе Краснодаре, и наша любовь была с первого взгляда. Мы решили попробовать наш творческий союз, и наше первое выступление совместное было как раз-таки на этом фестивале в Казани. Что пели? Я знаю, что вы исполняете вообще любые песни в любых жанрах. Это и джаз, и детские, и патриотические. Там что исполняли? То же самое была программа разноплановая, и классика, и война патриотическая, джаз. То есть, в общем, всего понемножку известная народу музыка. Ну, вот помимо творческих выступлений, я знаю, что оркестр Росгвардии проявляет себя очень активно на площадках города, и не только города, края. На 8 марта, если не ошибаюсь, вы встречали в аэропорту Краснодара девушек. Поздравляли. Да, у нас был флешмоб. В этом году дали более 40 концертов по школам, на детским домам. То есть, часто выступаем по городу, по краю. И знаешь, что есть секрет, который вы сегодня наверняка нам не раскроете, но готовится какой-то большой, серьезный флешмоб. Да, планируем сделать флешмоб на День матери. Вот, еще сейчас определяемся, где как. Ну, думаю, что будет интересно. Это вот ближайшее мероприятие, где можно увидеть. Да, мы планируем такое вот сделать масштабное. Ну, вот заговорили о композициях, которые вы исполняете. Есть что-то любимое? Допустим, какое-то направление в музыке? Юрий, вы, например, что больше любите исполнять? Это патриотические песни? Все любим исполнять. Классическую музыку любим исполнять. Любим исполнять советскую эстраду. Конечно же, Магомаева песни хорошо воспринимаются. Вообще, репертуар Бабажадняновский очень любят. Дамы любят. Так что радуем, стараемся максимально радовать, работаем именно для зрителя. То, что просит зритель, то, что требует зритель, то исполняем. Ну, вот мне всегда хотелось узнать, у людей, которые исполняют серьезную музыку во всех смыслах, будь то популярная или патриотическая, или классическая, как вы относитесь к современной эстраде? Вот сейчас же очень много новых артистов слушаете, или как-то это все обходит стороной? Наверное, некогда нам. Ну, да. Ну, кого-то из современных. Из современных. Мы вот с Яной хорошую музыку исполняем совместно. Мы хорошо исполняем музыку. Что касается современных, новшественных направлений в музыке, ну, нейтральные отношения, потому что, ну, это больше, наверное, для подростков, скажем так. Вообще, мне кажется, что это все такое проходящее, а песни, которые... Согласна. Да, вот. Согласна. Друзья, оркестр Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю и солистка Яна Матерновская «Кумпанк». Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь, Отражение потерял свое, боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был В сумраке ночей И в судьбе моей Я люблю тебя, как любят в жизни раз Словно солнца в мире не было до нас От заботы мелких сон Ты меня увел И ключи от счастья для меня нашел Для меня нашел Любовь, похожая на сон Сердец грустальный перезвон Твое волшебное люблю Я тихим мехом повторю Любовь, похожая на сон Счастливым сделала мой дом Но напряги законам сна Пускай не кончится она Я прощаю одиночество и грусть Ты сказал, что в них я больше не вернусь Так бывает только в сладком сне Но любовь у нас Да и вну сейчас Мне в глазах твоих себя не потерять На разлуки нам любовь не разменять Я немыслимой ценой И своей мечтой заслужила это счастье Быть с тобой, быть всегда с тобой Любовь, похожая на сон Сердец грустальный перезвон Твое волшебное люблю Я тихим мехом повторю Любовь, похожая на сон Счастливым сделала мой дом Но напряги законам сна Пускай не кончится она Любовь, похожая на сон Счастливым сделала мой дом Счастливым сделала мой дом Но вопреки законам сна Пускай не кончится она Браво, друзья! Вот такое потрясающе красивое, талантливое утро У нас сегодня, пускай ваша любовь Никогда не закончится Мы желаем вам отличного настроения Если вдруг что-то пропустили Что делать, Паша? Всегда можете пересмотреть это интервью Послушать эти замечательные композиции На нашем сайте Кубань24.tv Друзья, напомню Оркестр Главного управления Росгвардии По Краснодарскому краю Был у нас сегодня в гостях Огромное вам спасибо Которые только что Вернулись с 8-го международного фестиваля Духовых оркестров из Казани Друзья, далее факты Факты, спортивный прогноз погоды Потом, конечно же, возвращаемся в нашу студию И узнаем, как медведю стать Профессиональным дегустатором И почему коровы соблюдают дорожную разметку Коровы соблюдают, а люди не все Очень серьезная у нас программа Крепкий черный кофе Сонный шепот улиц И соседи сверху Мне кажется, проснулись Открываю окна И впускаю солнце Смотри, это солнце Оранжевого цвета Беги под ногами Целая планета В голове любовь Золотистое утро Друзья, если вы проснулись и не знаете, что сегодня за день Сегодня замечательный день Потому что это хорошее утро Это 28.08 Это Нина Манчинская А это Паша Моисенко Это самая хорошая новость на сегодня Для вас, друзья Начинаем это утро вместе с нами И вторая по хорошести новость Есть у меня Кстати, друзья Мы все же любим новые технологии Какими бы они ни были Все равно Это интересно Это что-то такое Неизведанное До ныне И сейчас мы вам представим Замечательный Самонаводящийся Мяч для гольфа Не то чтобы мы Это известная компания Автопроизводитель Но, тем не менее Сейчас уже С каких пор автопроизводители делают шарики для гольфа? Ну, во-первых Это круто делать шарики для гольфа Если они самонаводящиеся Во-вторых Все это создано для того, чтобы Ну, как бы продемонстрировать Систему автопилота в машине Сначала про мяч Действительно Теперь играть в гольф Может даже ребенок Мячик нужно просто оттолкнуть В любом направлении Он, как верный муж Вернется вот в лунку Куда? Я уже понял Ты придумала применение Этой технологии Типа вживляешь его в мужа Который идет после работы Чтобы он самонаводился домой сразу Поэтому мне и нравится Такая система автопилотирования Надо на мужские носки Внедрить это Чтобы носки самонаводились туда Сразу в эту, в стирку На самом деле Это абсолютно лишает смысла Игры гольф Но, тем не менее Действительно Система, которая называется ProPilot Она тестировалась Через мячик Для того, чтобы Внедрить ее в автомобиль Уже была первая версия Системы автопилота Которая позволяла Автомобилю находиться В разметке И избегать препятствий То есть Держать дистанцию Между автомобилями Пешеходов не сбивать А теперь Вторая версия автопилота Это позволяет машине Съезжать с хайвея То есть С трассы Куда-нибудь В определенный поселок Ну, например Раньше не умела Куда деть эту армию таксистов Да И маршрутчиков Ну, зато сама Без пилота Без водителя Абсолютно Самостоятельно Технологии, друзья Ну, в общем Еще один вирусный ролик Появился в сети Которым тоже Очень хотелось бы поделиться Также он связан С дорожным движением Я не знаю Из автопилотирования Как автомобили Вот эти на автопилоте Будут реагировать На таких пешеходов Которые таким образом Переходят дорогу В общем Видео, которое уже Мне кажется Больше миллиона просмотров Набрало Как коровы Переходят дорогу Давайте посмотрим Что необычного в этом Раз Опачка Оп так Через сплошную Что там? Нет, это не сплошная Для них это сплошная Видишь? Они перепрыгнуты Почему? Все И главное Вот смотри Это стадное чувство Хотя для коров Это не обидно, наверное Но первая перепрыгнула И все Все за Вот так Раз Все Вот на этом И строится наша жизнь Да? А хоть одна одна наступила Я не знаю Может быть у них Действительно На подсознании Они подумали Что это там Электрическая изгородь И решили поперепрыгнуть Может просто попрекал Или коза стоит Например Поперек дороги Не знаю Не знаю Что в голове было у этих коров Вообще животные Конечно Удивительные существа Всегда поднимают настроение Нет, не всегда Иногда они пугают Особенно если это какой-нибудь Бурый здоровенный медведь Который периодически заходит К тебе Наведывается по ночам Что с этим делать? Бояться и строить изгородь? Именно это и делать, друзья Не нужно больше ничего придумывать Либо Как поступил один житель Турции Зовут его Ибрагим Седев Он решил собственно В нормальное русло В коммерческое направить это все Как использовать энергию этих медведей Изначально они приходили к нему И воровали мед из урев Потому что он собственно разводит пчел Он сначала думал действительно Огородить забором Потом предлагал медведям Раскладывал хлеб и другие продукты Да, просто разговаривал с ними Говорил, ребята, ну так некрасиво В итоге решил воспользоваться И использовать косолапых Как дегустаторов меда Расставил тарелочки Четыре вида меда И действительно медведи начали Выказывать свое предпочтение Вот этот мне сорт нравится Видел это Ну ладно, я сейчас покажу Он всем нравится И действительно выбрали они Самый дорогущий сорт меда Который за 2 фунта Это примерно 900 граммов Стоит 300 долларов А это около 20 тысяч рублей Таким образом Сидев определил Что больше будет продаваться на рынке Если он медведям будет это продавать Вообще медведи считаются ценителями меда И они в нем разбираются Медведи вообще ценители Вообще чего угодно Не, ну правда, действительно Вот этот мед самый дорогой Его выбрали медведи Выбирай и ты Медведи плохого нету А что, это же классная рекламная компания Они не выберут что-то ненатуральное Что-то плохое А медведи, я думаю, после этого Вообще обнаглеют в край Потому что они сначала приходили Им приходилось воровать мед Потом им стали мед предоставлять На блюдечке Скоро они вот так Будут по щелчку Заказывать себе вверху Главное, чтобы не слиплось Ну короче, друзья Очень много интересных сервисов Появляется в наше время И об одном из них Хотели бы мы рассказать В сегодняшней программе Давайте посмотрим сюжет Друзья, в современном Бешеном ритме жизни Появляется довольно много Сервисов, приложений Которые делают нашу жизнь Проще, легче И экономят наше время Один из таких сервисов Довольно новый в Краснодаре Он недавно появился И является Инстамарт Это заказ товаров Из гипермаркета Сейчас мы пообщаемся С реальным покупателем Который пользуется уже Этим приложением Здравствуйте Здравствуйте Алла, как зовут нашу юную покупательницу? Мира Здравствуйте Пользуйтесь приложением? Да, конечно Сейчас будем подробнее об этом общаться Да, да Алла, расскажите Почему для вас удобен данный сервис? Ну в первую очередь Я мама с ребенком И мне не всегда удобно Ходить по магазинам Сидим дома, заказываем Да, заказываем все необходимые товары Заходим в приложение Здесь абсолютно все Все категории товаров И молочные товары И овощи И фрукты И детское питание Я знаю, что я всегда найду В этом приложении Все, что мне необходимо Мне привезут домой По доступным ценам Что будем заказывать? Это и дело Мы ищем в категории Памперсы Детское питание Детские товары Переходим, выбираем Закидываем это все в корзину Оформляем заказ И переносимся непосредственно в магазин Где этот заказ Прямо сейчас начнут соберывать Перед началом работы Сборщики проходят специальное обучение Где им рассказывают Как выбирать самые разные продукты Овощи и фрукты Мясо и рыбу Привозят только самые свежие продукты Никогда не положат товар Срок годности которого Истек более чем на 50% Далее в нашей программе Мы отмечаем, что мы собрали товар Чтобы покупатель знал Что есть в нашей программе наличие Также мы сверяем артикул И сверяем цену Вот мы подошли к молоку Обязательно смотрим срок годности Целостность упаковки И цену У нас обязательно есть в тележке Товарное соседство Потому что продукты Мы складываем в продукты Ботовую химию И средства для гигиены Складываем отдельно Отмечаем в программе Что это у нас есть в наличии Мы обязательно просматриваем Каждый банан Каждое яблоко И каждый фрукт Который мы берем Потому что наш девиз Мы берем такие продукты Которые взяли бы себе домой У нас вышло на кило 260 Клиент всегда знает Сколько мы взяли фруктов Здравствуйте Каждый заказ мы формируем одинаково У нас заморозка идет отдельно Охлажденка идет отдельно И просто продукты отдельно Заморозка и охлажденка Мы всегда кладем Это все в термобокс Либо в термопакет Просто продукты Обычные Которые держатся Также при комнатной температуре Мы складываем это все В пакеты И кладем в наши Обычные уже боксы После чего Наш курьер забирает И отвозит их к вам Здравствуйте 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 Холодные продукты Проверяем холодная 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 Креветки Замороженные Дальше Здесь у нас детское питание Пюре Все как положено Фрукты Бананы Яблоки Детские трусики Это Незаменимая вещь Насколько хватает Примерно 96 Почти на месяц Скажите Довольны? Конечно Друзья Быстро Удобно Пользуйтесь Инстамарт Замечательный Современный сервис Друзья Вот такой Замечательный сервис Наконец-то Появился в Краснодаре Пока вы скачиваете Это приложение Да Мы сейчас все выясним У Егора Криволуцкого Сити-менеджера Компании Инстамарт Сервис Доброе утро Доброе утро Рассказывайте Краснодар Далеко не первый город В котором появился Краснодар стал Десятым городом Который Открылась Данный сервис И Сейчас продолжает Открываться До конца года Мы откроемся Во всех 15 городах Миллионниках России Поэтому это Очень крутой И очень востребованный сервис Сервис действительно Замечательный Если говорить конкретно О Кубанской столице Давно уже он С 24 мая Мы начали работать Вот 3 месяца Мы уже В работе И Это нравится людям Как воспринимают То есть Больше и больше Клиентов становится Клиентов становится Каждым днем все больше С каждым днем И это работает Это передается От друзьям К друзьям И все работает Все хорошо А кто основные клиенты Какой контингент людей Основные Это мамочки Молодые мамочки С детьми Одной из которых мы общались Да С одной из которых вы общались Это пожилые люди Это люди с ограниченными возможностями Которым не просто нет времени Но и сложно куда-то выйти И для них это определенные усилия Которые мы как раз забираем на себя И помогаем им На самом деле Если подумать Покупка продуктов Ну вот лично у меня Занимает минимум полтора часа Еще и собираешь с полок Все что не нужно Запланировал купить картошку Приезжаешь с двумя мешками Ведешься на все вот эти акты Естественно Многих пугает Я знаю Цена Вот то есть Когда мы через приложение покупаем Цена на товары Она как-то варьируется Не увеличивается Цена в нашем приложении Соответствует цене полки То есть Все что есть в супермаркете По этой же цене Вы делаете Все в приложении Вы платите только за доставку А если допустим В супермаркете Есть какие-то акции Они распространяются Вы их видите Они распространяются В приложении Вы будете Отдельной строкой Видите Строчку акции Куда проваливаетесь И видите все Что в магазине В данном Есть в акционном товаре Насколько это удобно Ну то есть Курьер доставляет Как рассчитываться Расчет может быть Как наличными курьеру Так и карты курьеру То есть У него есть терминал С помощью которого Проходит оплата И также может Оплата быть онлайн Когда человек Регистрируется в приложении Привязывает свою карту И Автоматически Да автоматически Когда наш сборщик Оплачивает заказ Списание происходит С карты Клиента Все Я даже слышал Что некоторые Молодые люди Родителям так заказывают Родителям заказывают Это очень сейчас Востребовано Некоторым бабушкам Приезжаешь Они даже не понимают Что делать Они спрашивают А что это такое Ничего Бабуля Забираешь продукты Твой ребенок Уже внук Это идеально У меня бабушке Невозможно что-то привезти Что-то везешь Она говорит Ничего не нужно Забирай себе Дети всегда голодные Идеальные Заказывать можно Только продукты Нет Мы можем заказывать До 80% Ассортимента Торговой точки Практически все За исключением Некоторых позиций Которые нам не позволяет Законодательство Доставлять Все остальное Пожалуйста Мы доставляем все Все От зубочистки Зубной щетки И там до шизлонгов Пожалуйста Ну вот Всякое бывает На самом деле в жизни Что делать Если приехал товар Ну вот не устроил Допустим Сам товар Или что-то Без проблем Компания Инстамар Делает возврат В течение суток День нужно встретиться Все То есть это тоже Все делается Через положение Все делается Все абсолютно делается С помощью Того же курьера Колл-центра И так далее Все это решается В течение суток Ребят Я просто не знаю То есть смысл Теперь вообще ходить В магазины Я не вижу Мы просто обледимся Да Но на самом деле Есть же какой-то Период времени За который курьер Должен доставить заказ Или просто в течение дня Нет Клиент выбирает Период времени Два часа Когда ему удобно Принять товар Допустим С 14 до 16 часов Он находится дома В этот период Приедет курьер Везет товар А курьер присутствует При проверке товар Без проблем Может Да Передает Да конечно Если клиенту это угодно Он может проверить Все Курьер подождет После этого пройдет Оплата Ну собственно Как мы в сюжете И видели Мужчина привез Убедился Да Что клиент доволен И в общем Друзья Вы запомнили Инстамант Просто скачиваете И пользуйтесь И просто можно Из дома не выходить Вы столько успеете Сделать За вот эти Как-то скажем Полтора-два часа Это минимум Тратим на поездку В гипермаркет Друзья Это и другие интервью Вы всегда можете Пересмотреть на нашем сайте Кубань24.tv Далее факты Факты спортивный прогноз погоды Потом возвращаемся В нашу студию Замечательно И узнаем Почему мы усложняем Себе жизнь Все время И что с погодой Крепкий черный кофе Сонный шепот улиц И соседи сверху Мне кажется Проснулись Открываю окна И впускаю солнце Доброе утро, друзья! Друзья, середина рабочей недели Лето уже подходит к концу Но это везде Как ты весело об этом говоришь Я обожаю Ну потому что Сентябрь считается Бархатный сезон Мне в школу не надо Тебе тоже Поэтому настроение Должно быть на высоте Друзья, это хорошее утро Паша Моисеенко Нина Манчинская И сегодняшний день Должен начаться хорошо Потому что Ученые выяснили Из-за чего Случается плохое настроение Из-за того, что тебя перебивают Из-за того, что Из-за того, что что? Мы все усложняем В жизни Вообще все Самые простые вещи Мы делаем сложнее Из-за этого настроение Конечно, что портится Да Ну вот есть такой пример Того, как мы все усложняем Например, обычный Ежедневный процесс Надевания одежды на себя Вот, пожалуйста Так Вот, пожалуйста Так Это же мы Вот вместо того, что Ты так же, да, делаешь? Все время Я поэтому опаздываю везде Опа Так что? Шорты Раз Надеваем шорты И сапоги Да Видимо, где-то На жарком болоте живет Не успела посмотреть В общем, друзья Есть еще один пример Допустим, вот сейчас Нужно идти в школу Пожалуйста И вместо того, чтобы просто Взять старый рюкзак Имеющуюся Блузку-рубашку Мы Вот, вот Вот Что делаем Понимаете? Идет в школу Но только почему так? Почему бы просто Не Сделать все просто? Ну, короче Какой-то рекорд хотел Молодой человек поставить Сто пятьсот сальто На одной ноге Да Как вообще? А зачем вторая нога В принципе, да? Непонятно Зачем? Может быть, просто он Ездит на скейте И стирает один кроссовок А потом таким образом Стирает Баланс установить Да Ну, в общем, друзья Неизвестно В каком состоянии Находитесь вы сейчас Довольны или нет Уже успели что-то усложнить? Или все-таки Мы заранее вам рассказали Что не нужно этого делать Настроение же часто зависит От погоды У многих Как ты меланхолично Это сказал Я надеюсь, что погода Не подтвердит твои слова И подарит только Отличные эмоции сегодня Но точно Это знает Может быть, тем, кто любит дождь Юля Смелых Доброе утро, ребята Сегодня совершенно прекрасная погода Для людей с любым настроением Ну, потому что солнце Всегда делает свое дело И заставляет нас веселее Спешить по делам В новом дне Ну, а что касается Данных гидромедцентра То они, в принципе Идентичны со вчерашними Нашим краем Господствует Поле повышенного давления Будет сегодня малооблачно Никаких осадков не ожидается Ветер северный И северо-восточный С возможными порывами До 17 метров в секунду Так что, в общем-то Комфортная сегодня картина Если посмотреть на Дневные показатели Температурные То по краю В среднем От 26 до 31 градуса На севере и на востоке 28-30 Ейск, Приморско-Ахтарск, Тихорецк, Кропоткин, Нормавир Здесь вся ситуация примерно одинаковая И, как я уже сказала, будет малооблачно Давайте посмотрим на центральную часть Темрюк Славянск-на-Кубани И на запад тоже В горячем ключе Здесь до 31 Прогреется воздух На побережье Анапа, Геленджик, Новороссийский Туапсе До 32 Тепла В Сочи 28,30 Так что, в целом, хороший Такой денек получается Что касается Краснодара То здесь также будет без осадков Малая облачность Сохраняется Ветер северо-восточный Давление в пределах нормы Ну и вот они 28,30 днем Так что, я предлагаю, Паш, тебе не грустить Нина, ну а ты, пожалуйста, продолжай улыбаться Юлечка, спасибо тебе огромное Ну а у нас сегодня 28 августа, напоминаем И замечательное событие В 94-м году в России были изъяты из обращения Копейки Мы связали два этих события В 1994-м, не в 94-м А в каком? В 1994-м? Ну короче, давай В общем, друзья, поговорим сегодня о школьной паре О финансах, о детях И у нас в гостях человек, который все об этом знает Ирина Воронина Трансформационный коуч по работе с личными финансами Доброе утро Доброе утро всем Так, значит, у нас в детстве вместо денег были листики Мы обрывали деревья И как-то там играли, что-то покупали друг у друга камушки Фантики Фантики там были Денежки Как ребенку привить финансовую грамотность Из какого возраста можно начинать это делать? Вообще с 5 лет актуально начинать И если хотите, я прямо сейчас поделюсь с вами А мы вы для этого и пригласили Очень хотим Давайте, когда ребенок еще до 5 лет И вот он побежал и нашел там первую копейку То есть я очень рекомендую мамам в этот момент И говорить Ты что? Это грязное Брось Давай руки салфетками вытирать То есть про это забыли Круто! Молодец! Формируй свой капитал Складывай в копилку Сделайте с ними вместе копилку Ну в общем, дальше С 5 лет что можно? Нужно ребенка научить уважать деньги И обращаться с деньгами И в первую очередь, чтобы он понимал Что такое 100 рублей? То есть у них же Вот помните такой момент Когда дарят на день рождения деньги Подарили мне, у него там 2000 И он Я миллионер или еще что-то Он не понимает, что это То есть нужно в первую очередь научить Что делаем для этого? Для меня и в принципе 2000 нормально Я думала, я одна Саша, ну все-таки как бы нормально Но не как бы миллионы, как для ребенка Поэтому берем в магазин с собой И в течение недели ходим Берем 100 рублей И тратим только 100 рублей И говорим, смотри, на 100 рублей Ты можешь купить вот это Вот это Либо один продукт Либо несколько продуктов Еще там через неделю 300 рублей Потом 500, 1000, да? То есть ему это будет адекватно То есть он просто научится понимать Ага, то есть это столько Сколько это примерно? Так, это 20 жвачек Или пол пачки гречки Или еще лучше в магазин там игрушек И так же убирать Потом что еще можно сделать с 5 лет? Давать ребенку карманные деньги И это удивительно Потому что с нами такого не делали Нет, не делали Не делали Максимум задачу можешь оставить себе Ну да, там какая-то мелочь на проезд Сейчас, по сути, люди думают Надо как-то Школа, зачем он куда-то потратит И ребенок в итоге Студент становится Он первый начинает Какая-то стипендия появляется Потом, когда первая зарплата Что происходит с нами? Не знаю Мы сразу все тратим Мы их тратим Более того У нас теперь есть возможность Мы же работаем У нас есть возможность взять кредит Начинаются кредитные эти зависимости Поэтому с 5 лет формируем ребенка Просто вот, смотрите Каждую неделю А стабильно в один и тот же день Чтобы он знал, типа, день зарплаты Мы даем ему карманные деньги Сумма эквивалентна за месяц Допустим, там, какой-то Среднему чеку на игрушку Например, там, 1000 рублей Соответственно, на 4 недели 250 рублей в неделю То есть выдается Это его карманные деньги Что он будет делать вначале? И это нормально Он их сольет на жвачки Пепси-колы, чипсы Позвольте ему это сделать То есть он должен понять Что теперь, когда он хочет купить игрушку Но с этого момента родители сказали Мы не покупаем игрушки Это важно Ты сам купишь Ты сам И вот он понимает, что игрушку он купить не может Потому что он слил на ерунду То есть следующим этапом Это, просто я вам говорю Это проверено сейчас на нашем ребенке Он проходит сейчас эти этапы То есть тестируете Сколько у него денег осталось у вашего ребенка? У него уже прошел этап сливания Сколько вам длится примерно? Я думаю, что спокойно до школы Ну, в принципе, вы теперь все время Вы даете карманные деньги То есть только дальше Это просто процесс усложняется У него есть возможность подработки Там еще чего-то Вот И эти этапы, они прокачивают А еще очень важно Учат считать Учат гораздо круче, чем научить 1, 2, 3, 4, 10 А когда он сдачу берет в магазине Обратный счет Его учат гораздо больше Попробуйте, что еще сделать Пойти с ним в магазин И сказать Когда вы научили его понимать Что такое, например, 300 рублей Или 500 рублей И говорите, что Когда ты будешь следить Можешь взять там калькулятор на телефоне В тот момент, когда я соберу В свою корзину товаров Там на 500 рублей Ты скажешь мне Стоп То есть очень много методов Прокачки Но именно таким образом Ребенок научится Обращаться с деньгами Ценить деньги Понимать, что он у них уже купит Вот И не попадать в кредитные зависимости В тот момент, когда он Там начинает То есть взрослый человек Уже будет иметь понимание Как обращаться с деньгами То есть с детьми Нужно играть Именно вот в такое вовлечение Не просто рассказывать, что на 100 рублей Можно вот это Берем магазин И прямо Все это показываем наглядно Причем у вас будет рождаться в процессе Вот история Буквально вчерашнего дня Так получилось, что нужно Нужно было 450 рублей А у нас же карточки И я знаю, что у него уже сложено Я говорю, сейчас дай мне, пожалуйста, 450 рублей Я верну Мне нужно вернуть А у меня нет У меня есть 500 рублей Я ему даю 500 И думаю, оп Я могу это использовать Каким образом? Я говорю, смотри Ты получил проценты Это вот такая система Я ему рассказываю Как можно давать И получать проценты Отсюда Следующий вопрос ребенка В каком классе мы будем проходить проценты? И не нужно ли тебе 500 рублей занять? Да Я говорю, вот когда будете Я тебе рекомендую Обратить внимание на эту тему процентов Потому что в бизнесе И в экономике это очень важно Короче, у вас есть дома маленький банк Который вам выдает под проценты деньги Вопрос Можно ли ребенка мотивировать Завершающий вопрос Можно ли ребенка мотивировать Допустим, за хорошие оценки Ему там приплачивать Условно говоря Здесь более сложная система Вообще не стоит платить за оценки Он должен понимать Что для чего он это делает То есть разделить два этих пункта Да И плюс у детей У них очень быстро уходит эта мотивация То есть обычно Ты год будешь учиться хорошо И мы в конце года купим Купим тебе компьютер Он забудет То есть на неделю что-то можно устанавливать Но нет В плане оценок не стоит Ирина, спасибо вам огромное Очень действенные, классные советы Главное простые Если вдруг что-то пропустили Или забыли Заходите на сайт нашего телеканала Кубань24.tv Ну а прямо сейчас Мы передаем слово Тем самым юным финансистам Юным финансистам У которых уже можно одолжить денег Наши шустрики Которые продолжают наш эфир Доброе утро Привет, ребята Шлем вам весь наш позитив В эфире самая прекрасная детская программа Шустрое утро А проведут ее вместе со мной Мои помощники Ваня и Марина Вот или это подошло к концу Надеюсь, вы провели эти три месяца Так хорошо, как я их провел Ох, я уверен, что мы их провели хорошо И, собственно, по этому поводу Предлагаю вам немножечко порисовать Ваша задача Нарисовать за одну минуту Голову любого персонажа Что будем делать потом Я вам объясню Через одну минуту Киска, время Время пошло Рисуем голову персонажа Какого-нибудь Желательно яркую Такую красочную Цветастую Ваня, в школу хочешь? Нет Почему? Не хочу А в какой ты класс пойдешь? В седьмой В седьмой Марина, ты? Тоже в седьмой Тоже в седьмой Так, быстренько доделываем Время почти закончилось И... Стоп! Все, остановились Теперь мы меняемся рисунками Подари подарок Ване Ване, Марине Отлично У вас есть одна минута, чтобы его доделать Поехали Ваня нарисовал носок У которого день рождения Марина нарисовала Красивейшего дракона Марина, ты, наверное, занимаешься в художественной школе? Нет Нет Значит, это просто талант Мне не взяли художку О, дела Почему не взяли? Я не прошла тестирование, когда была маленькая Ага Ну, зато рисуешь как красиво и без художественной школы Да, Вань? Ваня, ты бы хотел в художественную школу? Нет Почему? Потому что я и так хорошо рисую А самое главное, что ты скромный Правда, Вань? Угу Время вышло Стоп! Все А теперь А теперь давайте Ребята расскажут, что же у них получилось Пускай Марину Давай, Марин, начинай Так, расскажи, что это? Я нарисовала пару носков Допустим, это Петя и Аня Вот это Аня, да, наверное? Судя по лицу Они друзья и они отмечают какой-то праздник Угу, наверняка день рождения Петя Скорее всего Ну что, неплохо С фантазией у вас довольно-таки неплохо Ваня, покажи нам свой шедевр Так Это боксирующий дракон Как зовут его? Василий Дракон Василий, он боксер Он боксер Угу Друзья, вы молодцы, создали прекрасные рисунки Прямо какие-то чудеса Денис, а вот про чудеса ты сказал прямо в точку Потому что следующая рубрика Чудеса и не только Карты Это не детская игра А предмет Для очень интересных фокусов И сегодня я покажу вам один из них Ребят, привет Привет Сегодня мы с вами выучим фокус с картами Готовы? Да Смотри, у меня есть колдокарт Данил, выбери любую карту Одну любую Запомни и покажи всем Давай, уберем ее в центр колодок Куда хочешь Убирай Прямо? Сам, да, сам Давай так вот Раз Отлично Смотри Сейчас я уберу руки за спину И найду эту карту И переверну ее в колодит Вот, ты веришь? Да Смотри Убирай руки за спину Угу Нахожу твою карту Переворачиваю Щелкаем пальцами И все карты лежат в полном порядке Кроме одной, которую выбрал ты Да Да Что, поняли, как фокус делается? Нет Нет? Задам я вам минутку, чтобы вы догадались, в чем секрет фокуса Я не знаю Я тоже Я думаю, он достал из заднего кармана эту карту такую же Может быть, там какая-то карта спрятана Не той стороной И все, нет догадок Мне кажется, что он взял карты сначала вот так, потом перевернул их опять И взял рандомную карту просто, ему повезло, что он так вот перевернул ее и все У меня других догадок нет Добирай Держи Я не знаю, он, наверное, из кармана взял карту тоже Ну, тоже такие же догадки, но не знаю Ну что, ребят, догадались? Да? Нет Я нет Ну вот, Катя была ближе всех практически, смотрите В чем секрет? Нужна небольшая подготовка Берем нашу колду карт и одну карту последнюю переворачиваем лицом к лицу Все, теперь все карты лежат рубашкой вверх, а одна карта рубашкой вниз Все, мы заготавливаем колоду, просим зрителя выбрать любую карту Допустим, он выбирает семерку пик Пока он ее запоминает, мы незаметно для всех переворачиваем колоду карт Мы просим зрителя убрать карту в любое место в колоде, но главное не вот таким образом, не вот так, а чтобы он просто ее куда-нибудь вставил Так вот, раз И задвигает сам в центр Все, теперь у нас все карты лежат лицом вверх, карта зрителя перевернута и наша карта специально тоже перевернута Теперь нам нужно ее вернуть обратно, поэтому мы говорим, что мы сейчас уберем руки за спину, найдем карту зрителя и перевернем ее Мы убираем руки за спину, переворачиваем верхнюю карту, возвращаем колоду обратно, вытаскиваем руки за стол и говорим Щелчок, все карты в полном порядке и одна карта, которую вы выбрали, она остается перевернутой А, ну понятно Понятно? Понравился фокус? Да Ну все, на сегодня мы с вами прощаемся, пока Пока Спасибо Говорят, что чудес не бывает, и это всего лишь ловкость рук Я бы не был столь однозначен Верите в чудо, и оно произойдет именно с вами Ну и наш эфир подошел к концу Не забывайте подписываться на наш ютуб канал и инстаграм Дорогие друзья, хорошего вам настроения, улыбайтесь сегодня почаще А с вами были мы и наша программа ШУСТРОЕ УТРО! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok